а вообще подарка вы кто-то цитировал кульдемова так а курдюмов был провел эту самую длинную поездку особую поездку у меня был соблазн я сегодня этого не буду делать не знаю слышать или нет он оставил мне папку с фотографиями то есть вот везде где был авторитет все это у меня есть я подумаю ли я морального права показать всем там только хорошая наверное имею может следующим может отдельно целый этот вот тогда надо про каждого рассказать получится передать так вот ведь 2010 году весь август полно сентября провел на урале в сибири был на алтае и минусинской котловине что сказать рай божий сибиряки завидуют кубанцам просто по незнанию я использую виду устал мерзнуть регулярно успокаиваясь сибиряков северян ставших кубанцами и на третий год осознавшись куда они попали ну сейчас не говоря дальше я пока скажу я бы шокирован когда я в каком-то фильме или генаре взял да и сказал ляпнул красота у вас же там прибрежный район значит кубань большая вспомните суть сочи я был был дикий ураган гигантские деревья гигантские выворачивалась корнями вот море не понравилось много чего не понравилось вот а это же кубань и вот получается что я считал что там должно быть много этих самые бусоны посадки короче из того что там очень гнилой не гнилой как сказать очень влажный климат вот как моих предков на юге украины вот тоже причем на море 200 километров только кто-то казалось мне как бы чё смотрите что ли у нас засуха сплошная и эти как суховеи ладно так что везде свое положительное отрицательное вот читай дальше это он видимо с какой-то а это с книги видимо цитата черную не курдюма а кто-то прислал глядя на фотографии груш яблоко абрикосов слив железово долго мучился ощущением какой-то нереальности правильно я сейчас не верю что у меня это есть что-то не так а что не пойму наконец осенило батюшки света ведь не на плодах не на листьях ни единого пятнышка вот это настоящего это свидетельство все чистое как сказки там почти нет ни вредителей и болезни все стерилизирует зима мороз единственная проблема но если найти хорошее место и посадить надежные сорта то этой проблемы нет да хорошее место у меня в черемушках майне надежные сорта тут конечно проблематично и те кто будет читать из других мест даже не возьмут эти сорта вот но есть правда другая крайность реприк тоже авторитет московский сильнейший авторитет александр алексеевич он главный редактор журнала он мне не мне ну свое мнение выскажется все бы ничего но уже лизово деревья избиты морозами живого места нет но я вам показывал сами видели правда я как приспособилась то есть то что мороз да и главное заметил курдюма на то он и денег вот ну я кое-что просто добавлю так через запятую то есть еще когда все-таки мороз уничтожит наших вредителей где-то 90-99 процентов уже жрать это самое не будут плюс если избавиться не делать защиту деревьев когда они гниют это еще запятая ну то есть те самые примеры вот буквально вот опять эти самые ну я дурею просто ой нет не буду отклоняться на экране учат опять все наоборот и вот значит если не лечить потому что любое лечение выливаются еще больше раны так реально эти способы вот еще не лечить наклончик помните обрезка моя сейчас еще двадцать три с пальцев загну но он молодец он заметил очень важное вот я боюсь вот так вот взять мои растения перенести просто волшебник сад раз на юг а тут сгниет сортовым растались несколько сельцев вот он вот они раскрученные все ли раскручены царские раскручены саянский а еще один этого самого сразу не заметил еще один бокалов и когда я призываю пожалуйста покажите мне где кто сохраняет бакалов и сорта они самые морозостойкие в мире не мои железа а его самым морозостойки в мире вы знаете я вам все скажу я вынужден это сказать лишний раз в фильмах это было в вебинарах не помню когда ко мне обратился этот ваулин исполняющий обязатель директора института город мяс чтобы я ему собрал коллекцию одну то я собрал своем саду тут без проблем видели в фильмах как девушки мои стояли позе вот а второй то я шпаях я несколько раз был в абакане вот это значит деревне подсения сам абакан или этот самый гора самохвал вот и когда я видел и покупал для него потому что никто даром не дает урожайчик жалкий жалкий но урожай был а морозы были 44 это было было вот это спасать надо но среди вас с вами хоть и вас назвал элитой вот помогайте разоблачать мошенника чтобы так вот не было то есть мошенников может этот человек искренне зарабатывать но не купил ли он эти саженцы а где он мог купить только на юге с юга вот и вот это вторая бок сторона медали да я собрал посылку для этого для ваулина директора вот но я лишний раз убедился еще пройдет несколько лет не будет ничего и те же сохранить можно только этими самыми прививками и ни на что попало а есть допустим у байкалова красавчик хотя специальный подвоенный абрикос выдерживающий чуть ли не 50 градусов представляете ну кому это надо вы попробуйте те кто должны были если бы путин я уже в открытую обращаюсь на выхода нет хотя бы один бы нашелся человек который бы поняла то о чем мы с вами сейчас говорим что творится чтобы действительно будет любому институту это вот не зря курдюм уже упомянул запятая этот алтай запятая минусинская два места в сибири где можно не просто выращивать абрикосы а накормить им даже европейскую россию где ни черта не растет всего же слов курдюмова что у нас все это не лучше чем у них и вот это вот должно стать это и тогда а то по импортозамещение опять про это самое заклинание кому доверили где тут институт